ПЕСНЯ Сказал Господь такую притчу. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчёт в управлении твоём, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». В сегодняшнем Иоаннском повествовании мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа о неверном домоправителе. Данная притча, которая есть только в Евангелии от Луки, смущает очень многих людей, раскрывших пред собой Евангелие тем, что в ней Господь хвалит неверного домоправителя за то, что он с помощью личной смекалки и изворотливости смог устроить свою личную жизнь. Но вправду ли Господь, как это может показаться на первый взгляд, хвалит и одобряет человеческие пороки и грехи? Подобные сомнения могут возникнуть лишь в том случае, если мы не понимаем подлинного смысла, предложенной нам Господом притчи. Так блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, не всякую притчу нужно пытаться оттолковать буквально, потому что многие слова Христа Спасителя стоит понимать иносказательно. Точно так же и в притче о неверном домоправителе. Господь, прежде всего, желает здесь научить нас хорошо распоряжаться вверенным нам богатством. И, во-первых, мы научаемся тому, что мы не господа имения, ибо ничего собственного не имеем, но что мы управители чужого, уверенного нам владыкой с тем, чтобы мы располагали имением хорошо и так, как он повелевает. Потом научаемся тому, что если мы поступаем в управление богатством не по воле владыки, но уверенно нам расточаем на своей прихоти, то мы такие управители, на которых сделан донос. Ибо воля владыки такова, чтобы вверенную нам мы употребляли на нужды сослужителей, а не на собственные удовольствия. Когда же на нас доносят, и мы имеем быть отставленными от управления имением, то есть исторнутыми из здешней жизни, тогда мы понимаем, что нужно делать, и приобретаем себе друзей богатством неправедным. Неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды ближних, а мы удерживаем онные для самих себя. И правильное распоряжение этим богатством – это раздача его тем, кто в нем нуждается – нищим и сиротам. Почему именно им мы должны помогать? Потому что все обездоленные – суть наследники Царства Божия. Так как, не имея благ в этой жизни, они, по слову Господа, будут обладать богатствами жизни вечной. И если мы разделим с такими людьми временные неправедные богатства, они с нами поделятся богатствами вечными, то есть будут молить Бога о том, чтобы и наши души водворились в селениях праведных. Нищим во Христе назначены в удел вечные обители, в которые они могут принять явивших им любовь здесь через раздачу неправедного богатства. Несколько иной смысл в сегодняшней притче видит преподобный Иустин Чилийский. Мир вокруг нас – это Божие имение. Даже и сами наши душа с телом даны нам от Бога. Вся обязанность управителя состоит в том, чтобы мудро управлять вверенным Ему Божьим имением. И однажды Бог, как Господин и Владетель, потребует от каждого из нас отчета, как мы управляли своим телом и душой, как относились к другим людям и к миру вообще. Управитель сознает то, что Бог, Господин, может в любой момент отнять у него управление домом, то есть отнять его душу в час смерти. Но управитель также знает и то, что и другие люди – суть должники Божьи, должники и душой, и телом, и всем тем, что они делают с душой и телом, особенно грехами. И что же делает управитель? Он призывает должников Господина своего и списывает их грехи, прощает их грехи. Однако только Бог имеет право прощать грехи. Списывая грехи должников Божьих, управитель творит неправду, творит то, на что не имеет права. Этим он становится неправедным пред Господом, ибо восхищает Божье право. Господин хвалит управителя неправедного, что догадливо поступил. Хвалит его за прощение грехов другим людям, за то, что управитель не осуждает их за грехи, но покрывает их грехи с нисходительным прощением и смиренной любовью. Кроме того, в тексте сегодняшнего евангельского отрывка есть еще одни весьма интересные слова, в которых Господь говорит о том, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Что это значит? Кто такие сыны века сего и сыны света? По замечанию святых отцов, сыны века сего – это люди, которые живут исключительно мирскими интересами, ища для себя полезной одежд в этой временной жизни. А сыны света – это те люди, для которых духовная жизнь важнее всего. Эти люди ищут только Бога и при этом никогда не думают о какой-то личной выгоде. Но жизнь показывает, что поиски первых в их сфере намного более активны и эффективны, чем поиски сынов света в своей сфере. В то же время Господь не говорит, что сыны века сего поступают правильнее. Он говорит лишь о том, что они догадливее. А значит, сыны света, которые не заботятся о временном, нисколько не потеряют свою истинную духовную награду, которой они, возможно, и не добиваются с таким рвением, как это делают сыны века сего в отношении своих временных ценностей. В конце сегодняшнего Евангелия Господь говорит нам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Все, что мы имеем, мы должны стараться обращать, прежде всего, на пользу собственной души. Ведь земная жизнь, ее радости и богатства временны и скоротечны, а значит, не стоит им уделять особое внимание. Более важным для человека должно быть иное богатство, то, которое мы собираем себе не на земле, а на небе, и которое никогда не покинет нас. Это богатство нематериально, но именно оно определит нашу конечную участь. Готовы мы унаследовать вечность с Богом, либо же заслуживаем одну участь с дьяволом и его ангелами. Помня об этом, мы должны стараться накапливать в своей жизни именно духовные богатства, которые, суть, добродетели, потому что только они будут нашим пропуском Царства Вечного Блаженства, в единстве с Господом нашим Иисусом Христом, его безначальным Отцом и Святым, и Животворящим Духом.